Сегодня наша съемочная группа оказалась в аномальной зоне. Здесь в начале июля уже цветут гладиолусу, собирают по три урожая редиски и красные помидоры. Бейчанин Юрий Бакулин стал популярным блогером неожиданно даже для самого себя. Когда три года назад по совету жены он завел аккаунт в популярной социальной сети, даже не предполагал, что достаточно быстро обзаведется тысячами подписчиков. Феномена своей популярности он и сам не понимает. Я не знаю, может простотой, люди, наверное, уже как-то надоело, все эти звезды. А здесь просто простой аккаунт простого человека, который рассказывает о своей жизни. Может поэтому. Свои сюжеты дядя Юра, как его называют подписчики, снимает на собственных шести сотках. Их он превратил в настоящий плацдарм для испытаний. Три урожая редиски к июлю? Легко. Собирать малину до первого снега? Пожалуйста. Каждый год садовод ставит новые цели. Сейчас, например, ждет урожая белых грибов на грядке. В этом году попробовал, посадил белый гриб. Не знаю, какой будет результат, но надеюсь, что будет все хорошо. На огород Юрий Анатольевич, как сам признается, тратит всего один час в день. Свободного времени остается много, и чтобы не скучать, он снимает забавное видео. Пародирует прима-балерин или скандальных журналистов. Делится собственным опытом. Ведь даже банальную окрошку в этой семье готовят необычно, на собственном томатном соке. Секрет этого сока, знаешь, какой? Самое главное, что помидоры, поспевшие на корню, собираются, и через 30 минут уже мы на даче их крутим на соковыжималке. Интернет настолько прочно вошел в жизнь семьи, что Юрий делится с друзьями по сети даже проблемами со здоровьем. Головные боли продолжались у бичанина целых два года. МРТ показала опухоль головного мозга. Подписчики даже уговаривали блогера открыть расчетный счет. Многие хотели перечислить деньги на операцию. Но дядя Юра отказался. Дождался бесплатной операции, победил болезнь и снова в бой. Дыни на Алтае выращивать. Ну вот нынче посадил дыни, и вот уже кое-где заяс появилась. Теперь надо будет ее проредить, чтобы дыни были большие. Но пока этим еще было некогда заниматься, скоро будут делать. Стандартный блогер – это пафосный юнец с накрученными подписчиками. Блогер интересный – это опыт, знание жизни и золотые руки. Все, как у дяди Юры. Ксения Цапко, Андрей Сегаев. День с толком.